Площадь выставочного центра около 3,5 гектаров. Это как хорошее поле. Производителю здесь легко потеряться, но только не Анапскому. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил наших производителей устриц. В прошлом году они заняли первое место в кластере рыбоводства. Глава региона обсудил с представителем компании возможность выхода на рынок Российской Федерации. Вы молодцы, что вы это делаете. Вы не растерялись. Вы понимаете, сегодня движение в импортозамещении. И уже его давно заместили. И я считаю, что будущее, будущее 100% у вас есть. Есть. Не будет, а уже есть. Виноделие – одна из самых динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства города-курорта. Во многом это возвращение позиций, утерянных в последние годы советской власти, когда под флагом борьбы за трезвость вырубались гектары виноградников. Здесь небольшие производители объединились в кооператив. Они предлагают главе курорта и губернатору проводить в Анапе масштабный винный фестиваль. Предложите формат и по форме, и по содержанию. А дальше, я, конечно, ребят, это тоже может быть якорным проектом. И для Анапы, и для края. Для Масоли, и на еде, для Кульба России. Лоза – это всегда немного больше, чем сам продукт. Винодел Иван Каракизиди продемонстрировал Юрию Полякову продукцию собственной гончарной мастерской. Сегодня в Анапе действует 26 винных туров, и это не предел. Гастрономически с этим прекрасно сочетаются мидии, устрицы. Даже всем привычный шашлык раскрывается по-иному. Вот этим мы должны удивлять тех отдыхающих, которые приезжают в город-курорт Анапа. У нас есть гастрономические туры, винные туры. У нас почти 26 только винных туров. То есть для тех людей, которые приезжают к нам отдыхать, мы стараемся их удивлять. И, естественно, представляя нашу экспозицию здесь восьмой раз на сельскохозяйственной ярмарке Краснодарского края, мы пытаемся провести что-то новое и показывать то, что у нас лучшее. На примере тех же устриц губернатор отметил, что необходимо не просто помогать каждому предприятию, а создавать систему сбыта продукции. В Анапе идут аналогичным путем с поправкой на курортный статус. Эта одежда в народном стиле продается через интернет. Глава курорта пригласил ее автора на специализированную ярмарку изделий народных промыслов, которая появится в городе-курорте в ближайшее время. У ряда стендов он сделал замечание. Нужно позиционировать свою принадлежность. Анапа – это имя. У курорта есть собственный бренд, который позволит не затеряться среди конкурентов. Александр Ребеко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.